Всем привет! Меня зовут Света Купчук и в этом году я рада творить для вас в составе новой дизайн-команды Фабрики Декорум. В скрапе я с 2014 года, нет, с 2015, и начиналось все с открыточек. Я искала, как с детьми поделать какие-то интересные творческие предметы и нашла в интернете, как делаются открытки. И вот с этого вот как-то все началось. Сейчас я отвечу для вас на некоторые вопросы, которые мы подготовили совместно с дизайн-командой Фабрики Декорум, чтобы вы получше узнали меня и всех наших дизайнеров. Первый вопрос. Почему ты выбрала эту технику или стиль, в котором ты сейчас работаешь? В моем случае я, не я выбрала технику или стиль, эта техника или стиль выбрали меня. Потому что, когда ты смотришь на работы каких-то дизайнеров в пространстве интернета, ты автоматически выбираешь то, что тебе нравится, то, что тебе очень нравится, или то, что тебе не нравится. И таким образом формируется какое-то творческое мышление, ты переносишь это потом на свою работу, когда ты садишься за стол и начинаешь что-то делать, руки сами складывают. И вот в моем случае это именно так. Конечно, иногда получается не совсем то, что я задумала, но я считаю, что это тоже может иметь право быть. Есть такая черта в моем характере, как переменчивость в интересах. То есть, и это отражается на моем творчестве. Иногда мне нравятся какие-то спокойные пастельные тона, кружево, все такое мягкое. Иногда мне хочется ярких красок, хочется рваных краев, каких-то грязевых пятен. В общем, вот мой стиль формируется именно так. Итак, следующий вопрос. Если не скраб, то что? Еще месяц назад я бы ответила на этот вопрос, если не скраб, то фотография. Мне очень нравится фотографировать, обрабатывать фотографии. Но буквально месяц назад меня захватил новый вид творчества, это рисование. Мне так это понравилось. И сейчас я очень много времени уделяю именно этому. Конечно, времени всегда не хватает, и очень трудно отрывать время от скраба, чтобы позаниматься рисованием. Но сейчас мне это очень нравится. И мне еще хочу сказать, что мне очень нравится ходить на различные курсы. Мне нравится учиться. И в планах пройти курсы по фотографии, пройти курсы по рисованию. В общем, разбуди меня среди ночи и спроси, пойдешь учиться? Я скажу, да, пойду учиться с радостью. И следующий вопрос. Мои три правила творчества. Я бы сказала, что я не всегда применяю эти три правила, но я бы хотела, чтобы всегда эти три правила шли параллельно моей творческой жизни. И первое правило, которое я бы хотела, чтобы прижилось в моих творческих работах, это использовать в каждой новой работе какую-то фишку, чтобы предыдущая работа отличалась от следующей. Например, какой-то новый материал или какой-то новый способ переплета, например. В общем, что-то, чтобы заинтересовало зрителя. Второе правило – это не спешить. Работа мне должна нравиться, должна приносить мне удовольствие. Если, например, я сделала что-то неаккуратно или неправильно разложила композицию. Ну, в общем, если мне не нравится результат моей работы, я стараюсь это переделать. Чтобы в итоге то, что я сделала, мне нравилось и приносило мне удовлетворение. И третье правило – это после того, как я сделала свою работу, я стараюсь себя похвалить. От этого возникает радость и удовлетворение процессом творчества и вообще процессом жизни. И последний вопрос. Что ты ожидаешь от работы в фабрике Декору? От работы в фабрике я ожидаю нового витка в своем творчестве, ожидаю новых идей, ожидаю новых идей от новых материалов. Когда рассматриваешь какие-то коллекции бумаги, сразу приходит в голову, что ты хочешь из нее сделать. И у фабрики очень много интересных коллекций. Мне очень нравятся ботанические коллекции, очень нравятся летние цветочные коллекции, нравятся винтажные коллекции и текстурные рустикальные коллекции. Также мне очень хочется проработать с красками, с новинками, с медийными. И уже сейчас я сделала новую работу для фабрики, для своего поста знакомства, где использовала краски-металлики. Сейчас я покажу. Это вот такой блокнотик весенний. Здесь я уже и использовала трафаретик новый от фабрики, в которой мне пришел дизайн посылки. Воспользовалась красками-металликами, подзатирала. Мне очень нравится это делать. Вот такой вот блокнотик вы можете увидеть сегодня в посте знакомстве со мной. Так что заходите в блог фабрики. Буду очень рада вас там видеть. И в заключение хочу пожелать вам творить в свое удовольствие. Не бояться использовать какие-то новые техники. Не бояться посмотреть на себя с новой стороны, на свое творчество. В общем, желаю вам всего самого замечательного. Заходите в наш блог, смотрите на работу, вдохновляйтесь. Творите в свое удовольствие. Ну и на сегодня всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!